В прямом эфире телеканала ОТВ Большая Студия. Сегодня говорим о коронавирусе. Да, как раз из-за коронавируса Владимир Путин объявил в следующую неделю нерабочие. На сегодняшний день в Челябинской области 5 подтвержденных и 3 условно подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сегодня заявила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт. Результаты анализов четверых стали известны сегодня ночью. Это семья. Муж, жена, дочь и бабушка. Известно, что бабушка переносит болезнь тяжелее всех. Она находится под наблюдением врачей. Но, к счастью, не все так плохо. Есть и хорошие новости. За последние сутки врачи обследовали на коронавирус 800 человек из Челябинской области. По всем ним результаты отрицательные. Для нераспространения коронавирусной инфекции будут закрыты фитнес-центры, бассейны, ночные клубы и прочие увеселительные заведения. Да, Нил, да. Очень важный вопрос сейчас. Достаточно ли этих мер? Мы все видим, с какой скоростью распространяется коронавирус. А у нас в аптеках элементарно нет масок и антисептиков. Зато, по заявлению властей, в регионе есть квалифицированный медицинский персонал, необходимые медикаменты и оборудование. Регион готов к встрече коронавируса. Хроника развития событий в нашей подборке. Коронавирус пришел в Челябинскую область 21 марта. Стало известно, что инфицирован молодой человек из мяса. Накануне он вернулся из Испании вместе со своими друзьями. По информации властей, вопреки рекомендациям, заболевший не самоизолировался, а ходил на работу и в бар. 23 марта появились данные еще о четырех пациентах в Челябинске, у которых предварительные анализы на коронавирус оказались положительными. В их числе сотрудница прокуратуры металлургического района, ее супруг и дочь студентка. Инфекцию мужчина привез из Италии и четвертая заболевшая его коллега. 24 марта список условно положительных по коронавирусу вырос еще на два человека. Это мужчина, вернувшийся из Великобритании и женщина, ездившая в Чехию. Их пробы сейчас отправили на перепроверку в Новосибирск. Прямо сейчас в прямом эфире ОТВ в большой студии обсудим с экспертами самые злободневные вопросы. Наши эксперты расскажут о том, как Челябинская область переживает пандемию. Да, сегодня у нас в гостях Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области. Ирина Альфредовна, первый вопрос вам. Несколько минут назад буквально выступал Владимир Путин. И в своем обращении он заявил о том, что все уходят на неделю, не будут работать ровно неделю. Как вы считаете, вкупе с нашими региональными мерами профилактики эта мера сработает? Уменьшится ли количество заболевших? Безусловно, нам важна сейчас разобщенность для того, чтобы не было больших коллективов, то есть сборов людей, не было выходов пожилых людей в места массового скопления. Это прежде всего магазины, какие-то транспортные средства, где может быть много людей. Безусловно, эта мера должна сработать вкупе с теми профилактическими мерами, которые приняты были до этого. И я хочу обратить внимание на то, что все случаи, которые сегодня есть как в стране, так и в регионе, то есть в большинстве регионов страны, то есть в Москве уже пошли внутренние, конечно, но с учетом количества, но у нас в регионе это все случаи завоза, то есть из различных европейских стран. То есть сначала мы думали, что это будет Китай и приняли беспрецедентные меры тогда по профилактике и в том числе изоляции тех людей, которые приезжали из Китайской Народной Республики, но угроза пришла из Европы и все случаи, занесенные сегодня в Российскую Федерацию, это Европа. И поэтому очень важно, что те люди, которые соблюли принципы самоизоляции, это вот тот пример Великобритании, Чехии, то есть они не дали нам никаких контактов дополнительных, и в принципе я думаю, что ситуация будет локализована одним заболевшим и контактами семьи. То есть они ни с кем не контактировали? Ни контактировали, ни общались. Другой случай, это, конечно, вот случай с семьей заболевшей, которая дала нам достаточно большое количество контактных людей, несвоевременную изоляцию. И здесь, конечно, это вот тоже признак недисциплинированности человека, который привел вот к такому достаточно широкому кругу и подозрительных, и контактных. Безусловно, там все анализы по 68 контактных, которых они указали первично, были сделаны, они отрицательны, но тем не менее это переживания людей, это все равно такие стрессовые ситуации, потому что у всех семьи. Поэтому здесь мы еще раз говорим о том, что достаточно большое количество еще до конца марта будет прибывать как в Российскую Федерацию в целом, 57 тысяч туристов сейчас находятся за пределами страны, часть из них прибудет и в Челябинскую область. Я думаю, что это будет несколько тысяч человек, и поэтому очень важно, чтобы эти люди как раз соблюли режим самоизоляции, находились под наблюдением медиков. И я тогда уверена, что вот эти все меры нам дадут возможность, в принципе, избежать каких-то массовых вспышек. А как сейчас себя чувствуют те пациенты, у кого диагностирован положительный коронавирус? Они протекают в легкой или средней степени тяжести форме. То есть бабушка у нас в пневмонии, но достаточно контролируемой, без искусственной вентиляции легких. Ее жизни ничего не угрожает? Ее жизни ничего не угрожает. Ну а молодые люди, они вообще в легкой форме переносят это. И случай в Миасе, и в Великобритании. То есть там тоже никаких серьезных проявлений нет. И я думаю, тут доктор нам подскажет. Да, как раз таки обратимся к доктору. У нас в студии Ольга Сагалова, главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Челябинской области. Как раз таки Ирина Альфредовна эту тему уже затронула. Говорят о том, что коронавирус переносит тяжелее пожилые люди. Почему? Ну, наверное, это одна из, в общем-то, загадок еще пока не разгаданных. Мы знаем, что с инфекцией мы познакомились не так давно. Но все-таки это только самый конец 31 декабря прошлого года. Мы живем сейчас только конец марта. Меньше трех месяцев знаем об этой инфекции. Ну, предположительно, в общем-то, это снижение иммунного статуса у пожилых людей. В первую очередь и местного, и общего иммунитета. Ну, и потом было четко показано, что все-таки более тяжело болеют люди, у которых есть так называемые коморбидные, или, как мы раньше говорили, сопутствующие заболевания. То есть это и сахарный диабет, и болезни легких, то есть астма, обструктивная болезнь легких. Ну, и коронавирус переходит в осложнение, да? Нет, это не осложнение. Просто вирус легче садится на, как бы сказать, там, где ослаблен иммунитет, где ослаблена местная защита. Да. Ну, вот это особенность этого вируса. Да, и ВОЗ уже дали свои данные предварительные, что старше 80 лет, если граждане, то летальность в два раза выше. А зараженность у людей до 30 лет, это примерно 10%. Это просто о том, вот куда садится вирус, да? И порядка 30% это уже старше 45 лет. И поэтому сегодня уже даже с учетом наблюдения, там, последних трех месяцев, принято решение о том, что людей моложе 45 лет, у которых заболевание протекает в легкой форме, мы также наблюдаем на дому. Для того, чтобы не занимать больничные койки для тех наших пациентов, которые будут переносить это заболевание в более тяжелые. Передачи, правильно? То есть люди более молодые, они могут даже бессимптомно, у них все это дело может пройти, правильно? Но они могут, из-за них могут, соответственно, заразиться люди более старшего возраста. Совершенно верно. Об этом именно и говорится. Любая болезнь инфекционная, в том числе инфекция COVID-19, вызванная новым коронавирусом, по большей части, особенно молодыми людьми, детьми, переносится в бессимптомной, стертой, в атипичной форме или в легкой. То есть по типу, если это легкая форма, это по типу банальной респираторной инфекции, к которым мы все привыкли. Сейчас сезон их дифференцировать, отличить совершенно невозможно без специального анализа. Но если эти люди контактируют, приходят в гости, к бабушкам, к тетям, к дядям, могут принести, будучи с виду совершенно здоровыми. Мы знаем, что коронавирус передается очень легко от человека в человеку. Вчера в СМИ, Ирина Анатольевна, появилось заявление соседей по палате челябинца, который приехал из Великобритании. Они пожаловали, что в больнице к ним подселили человека, зараженного коронавирусом. Что значит подселили? Я думаю, что тоже коллега расскажет о том, что у нас есть алгоритмы работы инфекционных отделений. То есть принцип формирования палаты. Это пациенты с одинаковыми проявлениями болезни. То есть у всех у них было диагностировано ОРВИ. Они все были помещены в эту палату. В то время, когда были сделаны анализы, естественно, они были разобщены. То есть так работают абсолютно все инфекционные отделения в стране. И поэтому уж этому пациенту было уделено достаточно много внимания. И там на самом деле был бронхит и достаточно такое острое проявление. Но тем не менее, это точно не задача врачей, как он писал, фильтровать их по времени пересечения границы или по прибытию с какой страны. То есть они поступили с одинаковыми симптомами. Они были госпитализированы до установления диагноза в одну палату. То есть это совершенно нормальная практика. А сейчас этим пациентом в каком он состоянии и где он? В изолированном боксе или... Нет, я бы хотела вернуться вот к тому моменту, на котором Ирина Альфредовна остановилась. Вот в принципе у нас есть заполнение палат. Этот принцип присутствует во всех абсолютно отделениях и для любой инфекции. Одномоментное заполнение палат, абсолютно одинаковый эпитонамнез, абсолютно одинаковое время и только подозрения. Мы знаем, что у нас больных поступило с ОРВИ, которые имели эпитонамнез такой, что прибыли из той или иной страны, где были случаи COVID-19. 173 человека из них, извините, мы уже 83 выписали. И у них были грипп, парагрипп, там риновирусная инфекция, совершенно разные инфекции. Нет возможности всех этих больных положить в отдельную палату. Представляете, это 100 человек в разные боксы, но это нереально. Да, и наблюдать 14 дней каждого, просто никаких ресурсов. И поэтому я вот абсолютно солидарна с тем, что легкие пациенты, особенно молодые, точно должны наблюдаться на дому, обследоваться и соблюдать самоизоляцию. Получается, такое поведение пациентов только вредит делу, судя по всему. Но есть и положительные примеры. У нас в студии человек, который добровольно сдал анализ на коронавирус, побывал на карантине, это Сергей Лавров, начальник главного управления лесами Челябинского области. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Откуда у вас взялись подозрения на коронавирус? Я посетил европейскую страну, Чехию, прилетел 7 числа. На тот момент там еще заразившихся не было, но в последующем уже 12-13 стала появляться информация, что там стали появляться случаи. Я сам выбрал, необходимо было изолировать, в первую очередь, от коллектива, от людей, от общения, чтобы убрать себя, то есть перестраховаться, ушел на самоизоляцию на этот период и просидел до того срока, который необходимо быть, 2 недели на изоляции. Никаких симптомов не было, то есть ни кашля, ни температуры, но постарался соблюсти все эти требования, которые необходимы были на карантине. Какие именно? Самоизоляция от людей, это постоянный самоконтроль за температурой, за собственным самочувствием и полностью исключение контакта с вне. Вот вы скажите, чем вы занимались все это время? Это же один из самых общественных вопросов. Я был на дистанционном, по сути дела, работе. В день посмотрел даже по своему таймингу, да, 30-50 звонков с коллегами. То есть работа была в постоянном режиме, видеосвязь, то есть с коллегами держал, просмотр документов всех ввел, мне отправляли в электронном виде, то есть корректировал, чтобы документы... То есть работа, в принципе, продолжалась. Довольны ли вы тем, как с вами отработали наши врачи? Да, врач приходил каждый день, спрашивал самочувствие, смотрел, сам удостоверился по моей температуре, то есть смотрел, как я брал у себя температуру, что я не... То есть действительно она такая, ежедневно был врач у меня, то есть он удостоверился, что со мной такое-то самочувствие, нет ни кашля, нет ни температуры. И в телефонном режиме по каким-то вопросам я ему звонил, я звонил вечером даже, получилось, что поздно, то есть узнать, какие там дальнейшие мои действия в 10 часов, брал трубку, то есть отвечал на все мои вопросы. Что из себя представляет анализ на коронавирус? Что происходило? Ко мне на 10-й день, я думал, но так, как положено на 10-й день, приехала медсестра, она была защищенная, то есть перчатки, маски, то есть все необходимо. Была взята кровь из вены, было взято два мазка из носа, из рта и образец мочи. То есть все это собрали на дому и увезли. Ольга Игоревна, некоторые эксперты говорят о том, что пик коронавируса в России наступит через 2 недели. Вот вы согласны с этим? И можно ли сейчас как-то прогнозировать развитие ситуации? Ну, эксперты основываются на данных, которые у нас на сегодняшний день есть, поэтому, и это все-таки респираторное заболевание, которое подчиняется законам распространения респираторных заболеваний. Поэтому основание у коллег говорит, такое есть. Другой вопрос, как это будет в виде пика, всплеска такого или более, так скажем, пологая какая-то кривая заболеваемости. Сколько именно человек заболеет, мы не знаем. Но у нас есть, в общем-то, вот сейчас в пользу разобщения пойдет на пользу в этой ситуации. О котором говорил Путин, да? Особенно, да, активного населения. Поэтому вот я хотела бы призвать просто по максимуму эти каникулы использовать не для того, чтобы бегать и решать какие-то свои проблемы, а именно находиться все-таки дома, решить какие-то свои проблемы домашние, общаться в онлайн-режиме, по телефону и так далее. Почитать, побыть дома. Если выйти погулять, то только в такие места, где никого особенно нет, чтобы не пересекаться и выполнять все рекомендации, которые ранее даны и на всех абсолютно сайтах присутствуют. Вот. И я думаю, что таким образом мы сможем как-то повлиять на заболеваемость. Во всяком случае, да, избежать вот этого всплеска и пика. Резкого подъема, да. Подъема, да, и пика. Ну, достоверно сказать реально сложно. Тем более, как вы уже сказали, мы ожидаем прибытия еще людей из Европы, да, в нашу область. Вы знаете, на самом деле, когда мы начали об этом достаточно активно говорить, когда подключилось главное управление МВД к этому вопрос, и участковые, которые вместе с медицинскими работниками и Роспотребнадзором сегодня уже алгоритм подписали совместные действия по соблюдению карантинного режима. Когда сегодня уже в КААП вносятся изменения в части ужесточения административной ответственности за нарушение карантинного режима, мы это уже на следующий день почувствовали на звонках на горячую линию. То есть для многих это было вот в том числе осознание того, что нужно это сделать. И если раньше у нас в среднем было 300-400 звонков, то последние сутки у нас по 800 звонков в день. Это те люди, которых мы берем на амбулаторное наблюдение. Мы уже узнали, что мы уже поняли, что особенным вниманием мы должны особое внимание уделить людям пожилого возраста. Губернатор выступил с соответствующим заявлением, рекомендовал людям пожилого возраста не выходить из дома. По заявлению Минздрава России, люди старше 60-ти рискуют подхватить новый коронавирус с самыми тяжелыми последствиями. К дискуссии подключается Ирина Вячеславовна Буторина, министр социальных отношений Челябинской области. Ирина Вячеславовна, как социальные службы будут в этот период работать со стариками? Мы сейчас перешли в очень напряженный режим работы, открытые горячие линии для того, чтобы каждый гражданин старше 60 лет, если у него нет возможности получить помощь от близких, может оставить свою заявку о том, что ему необходима помощь в доставке продуктов питания, медикаментов, предметов первой необходимости, либо посодействовать в оплате, допустим, жилищно-коммунальных услуг. Все управления социальной защиты территориальные, все комплексные центры, они ориентированы на эту работу. Горячие линии работают ряд телефонов в режиме рабочего времени. Одна линия для всей области, она работает вообще круглосуточно. Про эту линию продолжим после рекламы на ОТВ. Итак, мы снова в большой студии ОТВ обсуждаем коронавирус в Челябинской области. И мы сейчас общаемся с Ириной Вячеславной Бутуриной. Вопрос, как социальные службы, это министр социальных отношений в Челябинской области, как социальные службы сейчас работают со стариками? В очень активном режиме у нас началась работа. Не нравится, что у старики, пожилые люди. Пожилые люди, да, потому что 60 в наше время, это вообще только начало. Активная долголетие. Литературное слово очень с любовью, оно очень с любовью. Да, ну я вот прям второй раз вот и не удержалась. Ну, все-таки возвращаясь, да, как мы работаем с нашими уважаемыми пожилыми людьми, да, 60 плюс. То есть наши граждане, кто достиг этого возраста и, к сожалению, не имеет возможности, чтобы им помогли родственники, либо друзья, они могут обратиться на горячие линии, которые работают в круглосуточном режиме, оставляют свою заявку, то есть тот пакет услуг, который предоставляется. Это доставка продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов, оказание содействия в оплате жилищно-коммунальных услуг и еще ряд моментов. Волонтеры, соцработники связываются потом после звонка на горячую линию, когда зафиксирована заявка, связываются уже непосредственно с гражданином, сообщают ему фамилию, имя, отчество. Я обязательно это проговариваю, это очень важно, чтобы избежать каких-либо мошеннических вот поползновений в этой части. Обязательно сообщается гражданину, кто к нему придет, какие документы будут соответственно предъявлены, заполняется заявка и услуга оказывается по заявке, услуга оказывается бесплатна. И, соответственно, здесь я уже могу первые цифры сказать, потому что эти горячие линии у нас начали работать с 21 марта. Более 11,5 тысяч уже мы обработали звонков, которые поступили и которые мы в проактивном режиме делали, которые поступили. Всего заявок 970 зафиксировано. Вот из этих 11,5 тысяч 970 это уже граждане, которые заявили о том, что им нужна такая помощь. И на данный момент, вот буквально, когда выезжали к вам, 940 уже отработаны в активном режиме, остальные там уже... Это данные по Челябинской именно области. Это по Челябинской области данные. А больше Челябинск, конечно. У нас, конечно, по крупным городам основная масса. Мы сейчас отслеживаем, что это Челябинск, это Миас, это Златоуст. В сельских районах мы видим, что это не так активно, потому что все равно помощь соседей, родственников как-то в этих районах больше она. И, соответственно, здесь все эти линии работают в режиме фиксирования всех заявок. И если даже поступают, мы сегодня столкнулись, если поступают смежные вопросы, то мы их, естественно, маршрутизируем уже в нужные ведомства. Как мы можем, Настя, помочь людям в соцслужбе, как мы можем помочь, чтобы с пожилыми людьми, с людьми пожилого возраста было как можно... Я думаю, что у всех есть соседи, во-первых, которые мы все очень хорошо знаем, и пожилые люди им доверяют. И уже многие даже мне написали, что они обратились к соседям, к проживающим в доме в случае необходимости оказать такую помощь. И я думаю, что это, наверное, будет такая правильная и солидарная ответственность наша за тех людей, которые живут рядом с нами. А мы их всех знаем, и поэтому это будет и комфортно для них, для большинства, потому что это знакомые люди. Хотя, безусловно, мы им окажем помощь, если это будет, но все-таки я тоже призываю и наших жителей, если есть такая возможность, на самом деле... Не оставаться равнодушными. Да, не оставаться равнодушными и помочь рядом проживающим. Сейчас поговорим про тест-системы. На этой неделе в некоторых СМИ появилась информация о том, что у нас в области фиксируется нехватка этих тест-систем. Ольга Игоревна, это так на самом деле? Мне об этом неизвестно, чтобы у нас было нефинато. Ну, во-первых, не так, и мы на самом деле призывали всегда все-таки обращаться к нам как к первоисточнику, и это каналы и Министерства здравоохранения. То есть, на самом деле, число исследований, оно возрастало. Если мы начинали со 100 исследований, то вчера лаборатория получила уже 800 проб, которые ушли в постановку. Поэтому сегодня мы получили новую партию тест-системы из Новосибирска. Это 4900. Начала работать лаборатория СПИД-центр, куда ушло 400 тест-систем. Это уже государственная система здравоохранения. Поэтому в том режиме, в котором мы работали, нам тест-систем хватает. Более того, по нашей заявке эти тест-системы отгружаются. Поэтому здесь у нас нет опасений, что мы не получим необходимое нам для исследований количество тест-систем. Как раз вопрос от зрителя. Можно ли бесплатно пройти тест на коронавирус, чтобы перестраховаться? И каким образом? Вы знаете, у нас есть первоочередные показания для прохождения этого теста. Надо понимать, что у нас есть группа риска. Это прежде всего те граждане, которые прибыли из-за рубежа. Это контактные с этими гражданами. И это те граждане, которые имеют симптомы ОРВИ, гриппа или других респираторных заболеваний. И по направлению врача, если у врача возникает какое-то сомнение, они могут сдать этот тест. То есть исключительно по направлению врача? Исключительно по направлению врача. Если этого гражданина что-то беспокоит, то есть надо обратиться к врачу, сообщить о том, может, какие-то он контакты имел или что-то его тревожит, и тогда врач примет это решение. Но это вот наша сознательная позиция, что тест можно пройти по направлению врача, во-первых, и показаться врачу, и чтобы для нас эта система была понятна и подконтрольна с точки зрения медицинского наблюдения. Сколько времени сейчас проходит от сдачи анализа до получения официального итогового результата? То есть, в принципе, в нашей лаборатории мы делаем в течение пяти часов. То есть сутки — это сегодня вектор. Я думаю, что он будет нам выдавать эти результаты. У нас тут произошел небольшой сбой по тем четверым, которые мы направляли. Алексей Текслер тоже попросил, чтобы результаты были быстрее. Он вчера во время заседания оперативного штаба этот вопрос поднял, но сегодня уже вектор обслуживает только Уральский федеральный округ и Сибирь. То есть центральная часть России ушла в противочумный институт в Москву. И это, безусловно, разгрузит вектор. И я думаю, что сегодня по заявлению Анны Юрьевны Поповой, главного санитарного врача, этот анализ должен быть готов в течение суток. Это я говорю про вектор. Вопрос, опять же, от наших телезрителей про маски и антисептики. Наверное, очень распространенный вопрос. Почему их нет в аптеках и появятся ли они? Вы знаете, и про гречку нас спрашивали, и про туалетную бумагу. То есть вот этот ажиотажный спрос он привел к тому, что и антисептиков не стало, хотя можно их приобрести. И я все-таки обращаю внимание, что это не обязательно должны быть какие-то брызгалки или специальные средства. Это может быть мытье мылом в каждые часы. Вот Игорь меня там поддержит. То есть это никто не отменял. И всю жизнь это было средством дезинфекции в том числе. И в конце концов, если нет, есть спиртовые растворы, есть алкогольные запитки. Ольга Игоревна, давайте расскажем очень коротко про меры профилактики. Что мы вместо масок можем и антисептиков использовать? Как защититься от коронавируса? Ну, совершенно справедливо, что мытье рук, правильное мытье рук, защищает от многих возбудителей, в том числе и от коронавируса. Это то, к чему мы призываем и для профилактики кишечных инфекций, и гриппа, и других респираторных инфекций. Потому что понятно, что капли, допустим, которые могут содержать при чихании и так далее, могут попадать на любые поверхности. И человек может сам контактным путем принести себе в организм возбудитель. Вот это первое. Второе. Значит, маски. Которых нет. Нет. Ну, маски это хорошо, но это не панацея. Конечно, вот я только и хотела это сказать. Во-вторых, я вот наблюдаю, я понимаю, что это теперь уже, может быть, и мода, которая пришла из-за рубежа, когда люди по улице совершенно в одиночку, никто с ними рядом не идет, идут в масках. От чего защищаются на улице, непонятно. Маски надо носить, там, где есть опасность. Если вы болеете, в том числе. Ну, это если болеете, но если болеете, сидите дома. У нас сейчас вся помощь, нет, вся помощь у нас на сегодняшний день организована так, что прекращены все, в основном, плановые приемы, диспансеризация и так далее. То есть мы не приглашаем. Позиция такая, помощь оказывается на дому. Поэтому мы призываем население, в общем-то, обращаться, если заболели за медицинской помощью, именно приглашать врача на дом. Вот. И ходить больному точно никуда не надо. Не только с точки зрения, там, распространения коронавирусной инфекции, которой может не быть, но и других респираторных инфекций. Потому что, по данным Роспотребнадзора, на прошлой неделе опять наблюдался некоторый подъем респираторных именно вирусных инфекций. Ну, и гриппа в том числе. И гриппа в том числе, которая еще не закончилась сейчас. Причем среди взрослого населения, поэтому здесь, конечно, не надо никуда ходить и гулять. Ну, и я поддержу, что это некая мода, да, там, в том числе. Потому что я наблюдаю, как иногда носят маски, да, то есть совершенно вот неправильно и зачем это, тоже непонятно. Спасибо. Ну что ж, будем соблюдать все необходимые меры предосторожности. А наше время в эфире истекло. Вы смотрели программу «Большая студия». Увидимся в следующую среду. Берегите себя и не забывайте мыть руки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова